а перед началом этого видео я прошу подписаться и поставить лайк под этим видео поехали и мы начинаем играть за польшу но путь не простой путь через иисуса и да вы правильно услышали мы играем в кайзершизу за иисуса за польшу нет я не забыл принять свои таблетки правда ситуация польши такая странненькая они проекта германии проект австрии поэтому и там и от вены есть влияние и от берлина есть влияние но мы конечно же пойдем своим путем пока что нас едут велики дебаты у нас есть это вот регенство было нас создано совет который должен выбрать нам правителя но правитель они так и не могут выбрать никак поэтому так вот это и висит но этот вкус мы не успеем доделать другие к сожалению делать пока нельзя тем не менее середине его мы перейдем по специальным ивентам которые и приведут нас к тем самым интересным партиям поехали и так вот не велики дебаты продолжаются ничего интересного так парнормальная активность а нет ничего необычного а байдена точно в этой вселенной не то верно а вот и подъехал обычный ивент берлинь как обычно крах и сейчас у нас до черной поделик ударил по польши стекле на самом деле очень так казуально 50 процентов скорость строительства конечно неприятно но их можно перебить а скоро строительство конечно нет нп как бы как вот у германии 50 нп вот это конечно уже больно да ведь трудящийся кстати говоря тем временем во франции но нас не сильно интересует экономических крах так нет баланс мы пока что не будем сбрасывать надо надавить на регионский совет кстати а германия то делает тайную рейхсполицию может они дойдут вот сюда до шляхера ну ладно прятки рекомендациями германских монополий нате вам германцы вы больше не влияете так сильно на нашу экономику все еще есть но хотя бы не так сильно происходит варшаве террористический акт ужасный день воистину смотрите-ка патриот тут делают марш нет пошлите армию и арестуйте всех участников конечно все говоря политки мы потеряли очень много но мы еще вернем ее и так прошло уже 100 дней дебатов на совет просто игнорирует проблемы очевидно что совет не исправим и так регионский совет и 7 в опасности можно чтобы военные спасли польшу но нет правительство наша пола и вот она там сельских регионах про заточку во никто не ожидал это одерживает вверх это краски вот это партия нас популистов приценицы металлирует почему этот иент происходит тем вообще то покидаем техническими для европы вот у нас становится рада от родения польские не знаю наверное так прочитал наверное нет вот на возрождение через веру на скоротке лига польского возрождения пришла к власти и сейчас мы будем делать очень интересные фокусы сначала мы берем себе вот эти вот неприятные вещи конечно же и будем заниматься восстановлением истинной католической веры на наших землях поехали а вот и германия решила ну ничего с этим не делать больше стало независимой ну пускай и правильно убрали мы все тонну дебафов сразу отлично промка что мы так не пофиксим но всему свое время и давайте-ка спут сюда сначала плюс политка плюс прирост населения плюс стабильность но мы идем конечно же к вот этому что такое тренизация христа ну-ка и давайте-ка сделать репрессии белых и красных потому что нам бы неплохо было бы повысить популярность нашей партии есть теперь популярность какая до 35 забавно видимо она как-то смешно порядке распределилась или что ну ладно самое главное что вот эти партии слушайте радикальный социализм и по нулям видимо что-то как-то странно там минус на усладно и так это важно давайте вот сюда пойдем частичная мобилизация да давайте почему нет и так есть она плюс 15 атаки против германии и плюс 7 защиты как бы понимаете да куда куда клонится наша страна и на самом деле стигаря бафы очень приятные вот она возвращение было и славы просто еще раз создадут нам почести а то и так она есть расширенный призыв нас появился частичная мобилизация появилась давайте письмо для добашинского все говоря очень важно что мы расширенный призыв пораньше поставим чтобы побыстрее в нас люди мобилизовались в армию все таки это займет некоторое время 5 процентов а там потом будет еще побольше сверху так что да надо чтобы они уже мобилизовались 20-е годовщина независимости польши вывезла то чтобы эти 20 лет повторюсь еще раз и раз после этого и еще бесконечность раз после этого вот они рьяные патриоты плюс 5 процентов и обязанное население как я и говорил пройдет достаточно большое время пока все эти ребята попадут в армию и вот нас парень тут меняется ну как будто ничего не изменилось семьдесят две политики еще 10 политики сверху вот это конечно приятно и знаете что мы поставить можем пехотку сюда либо промку вот сюда я наверное поставил бы промок все-таки выглядит чуть-чуть поинтереснее строим еще пару фабрик чтобы у нас было хоть какая-то промышленность строил что-то потом уже был полностью эти военные заводы делаем наши дивизии ну так сказать старт двадцаткой вас скорее всего он этим ребятам будет не хватать опыта поэтому я думаю мы их просто распустим и заново обучим вот таким вот образом ну что это будет бесплатно реальный подряд есть и теперь мы создаваем священный союз поехали умер у нас союзов пиццу дельские пиццуцкие точнее ну ладно это другой юзефа бека обещает идти по стопам ну не знаю имеет значение как будто нет и вот у наш выбор можно пойти в мессонитов кавалеров либо лихитов но мы идем в кавалеров и говорится что можем идти искать грааль это кажется интересно но но давайте мы сразу пойдем вот сюда здесь есть ячейки исследований и 15 добрых т.п. и 20 макс активности еще пять исследований сверху очень добрый фокус надо брать возведение крепости до крепления варшавине 20 политки я думаю хоть и нет слушайте вас политки сейчас как будто нас как будто не хватает да но потом то вас политки будут пылью в этом моде политку некуда потом тратить становится а вот и 2 американская гражданская война пошла давайте посмотрим что здесь происходит здесь у нас филонг здесь на западной моде как обычно чарлис корлис вильям хейвуд здесь в общем то все как обычно ну через некоторое время верно что-то поменяется что в россии кто-то говоря в россии лев гирштейн пришел к власти народная социалистическая партия там достаточно любопытно здесь синдикалисты здесь тоже синдикалисты от они китай здесь ничего не происходит в корее скорее уже ничего нового в японии тоже пока что ничего не происходило и вот она добрая экономика теперь вслед за добрыми исследованиями вот наша первая дивизия обучены они уже полностью заряжены это уже сказать то что у нас будет под конец поэтому давайте их сразу тренировать заказывать новые и их выпускать сюда есть нас наши добрый экономик давайте просто возьмем и сделаем фокус верующих лиц и интересно что уже он сделает вот я думаю у нас тут 3 долго на старте обычно я всегда люблю выйти во вторую но лучше давайте ради разнообразия поиграем через треть в этот раз почему нет и просто добрый кивит мы аннексируем галицию вода мере на самом деле бедненькая страна здесь там он пару фабрик тут что-то фабрика туда-сюда и сразу национализируем эти территории следующим фокусом все равно полезно все равно это пятки плюс небольшие фабрики это всегда полезно плюс население тоже в нашей малонаселенной стране это всегда полезно румыны хотят у нас получить буковину нет буковину они не получат это точно у нас в принципе даже вот свод ассимулятор польской территории мы так уже можем отыгрыживать и такое да все а это что тогда караков карпаты будут торнополь за то же самое или что хороший вопрос короче говоря у краков нет краков это должен быть сложно быть польша верно да вот краков очень непонятно что мы национализируем но ладно национализируем что же давайте новые рыцарские ордена сделаем 10 атаки просто всему еще два процента военно без населения 8 поддержки войны это приятно самое интересное то после поддержка войны не к базовой а сверху то есть всегда приятнее так получать и сказал вот мы еще должны мобилизовывать население и нам еще потом будет мобилизоваться население еще возможно закон мы можем повысить так что нам нужно мобилизовывать постоянно его и мы уже кстати говоря неплохо так производим здесь решение верно да военные заводы конечно когда тнп 7 процентов строится неплохо там белоградский пункт пакт точнее начнет воевать за болгарией что же посмотрим кто победит нас это не слишком прямо сейчас по крайней мере интересует потом может быть вот она милитаризация церкви происходит и после этого мы уже возведем истинного короля на престол параллельным тут подкачиваем технологии самолетов начнем самолет скоро делать как бы у нас есть ладно что у нас нет на этой промышленности но у нас просто очень жесткий баф и промышленности поэтому в теории мы сможем производить и кроме того мы делаем просто базовую пехоту здесь сделаем очень много авиацию на нее накинуть было бы очень хорошо конечно хотя бы истребители просто чтобы врагов не было преимущества может быть какие-нибудь еще и штурмовики посмотрим блин смешно вот это вот судьба боковины блин ну интегреет конечно еще думать вот и еще раз не на оккупация так и быть возведение на престол законного короля что же там произойдет сейчас узнаем просите время социалистическая победа мухарин пришел к власти одни левую власть а посмотрим что там сейчас будет происходить там сейчас определение националистов и демократов да но там же не повели скоро что-то будет видимо очень интересная и ну-ка мы сделали этот вкус интронизация христа крис the king станет лидером партии национал популизм святейший и священный король христос вечный государь польши дает он нам политку дает она в населении дает он нам минус 5 тнп стабильность и темпы исследований я считаю очень добрый правитель а самое главное абсолютно не шизовый верно же можем еще наверное взять вот эти два фокуса наверное но я хотел бы честно говоря промышленность вот сюда взять хотя бы просто тут скоро строительство минус 50 убрать потому что ну объективно говоря это неприятно конечно это неприятно с всеми двумя фокусами я бы строил уже в плюс 30 конечно хотелось бы именно так и строить ну и у нас собственно говоря 0 фабрик на тнп выходит это тоже прелесть то о чем я и говорил что в принципе нам есть смысл подстроить фабрики конечно какие-то ресурсы импортируем но не без этого у нас нет вольфрам у нас нет алюминия у нас недостаточно стали приходится все это импортировать кстати говоря по моему да мы можем получить счет сюда но попозже еще может быть плюс 1 ячейки исследований не знаю нам нужно это сейчас или нет но то что нам точно нужно это вот сюда выйти еще на 10 атаки дивизий это очень тоже сильно поляки и венгрии будут братьями для наших фингерских давайте сохраним на всякий случай но для наших фингерских друзей венгрии открывает границы для поляков мы же не воюем с ними видимо идея в том чтобы вы захотелись это в себе вот это венгрии тебе независимости ли что получили да но но как бы суть в том то что в это а уже все это должно быть раньше произойти по моему тогда можно было бы австрию победить вообще я был бы не против давайте пошли мы добровольцев во все эти три страны отправил добровольцев если они победят будет очень неплохо потому что австрия в теории это союзник германии потенциальный а там германии нужно будет скоро побеждать а вот и западный командный центр капитулировал вот остаются там еще какие-то видимо дивизии и что вообще здесь происходит смотрим американский союз ну такая нормальная промышленность здесь нормально у социалистов вот этих вот синдикатов самая большая промышленность по ощущениям у них самые большие шансы но конечно будем наблюдать и давайте-ка скорость строительства господи как это нам сейчас будет приятно и берем вот здесь вот десять скидки на производство винтовок потому что нам очень не хватает конечно же и так дивизии сюда все прибыли давайте-ка начнем ими воевать как бы то куда сможет туда и поступит конечно но в основном конечно будем пытаться вот сюда пробиться и вообще там мы здесь некоторую помощь оказываем однозначно ребятам против австрийцев потому что четыре дивизии лишние конечно никогда не бывают особенно когда они ну хотя бы мало-мальски нормальная и 25 скорость строительства пофиксили и еще 25 мы делаем и такие вот недорогие истребители давайте только им иконку хотя бы чуть-чуть похоже на истребители так и поставшуюся промку будет оставшийся военный завод лишнее будут эти все сюда в принципе их будет ну еще немало у нас еще много места под них и строим их ну достаточно быстро фокусом затем уже закончили я думаю типов инфраструктура вот это все нам не сильно нужно нам нужно быстрее вот сюда и быстрее атаковать в германии так что мы выходим сюда здесь теперь оба на кавалере 15 процентов это конечно так приятно но не думаю что мы вы все равно делать кавалерию а вот здесь атака дивизии конечно всем нужно всем полезно но передайте давайте-ка возьмем вот эти два фокуса кресте потому что так иначе хочу взять наверно до войны то популярность и стабильность и потом грааль тоже даст нам некоторые бонус потом посмотрим какой у нас умер фильм маршал он здесь далки он у нас не про нигде не управлял ничем хорошо это меня устроит поиск играли начались скоро мы узнаем результат можем еще здесь вот подкачать прирост населения принципе наверное на лейт нам бы сейчас надо было сделать да поэтому блин давайте сделаем не так что и долго это против нас кто-то делает кб это кто легионерская румыния о май слушайте а это звучит интересно потому что если не нас нападут то мы скорее всего победим и захватим поэтому звучит очень привлекательно и вот оно как я говорил мы получим еще военное обездано население еще плюс 5 мы еще этим не мобилизовали от 2005 ну я не против почему вы и нет германия предлагает нам единую валюту нет ребята нет это вы конечно не туда пришли мы почти подошли к моменту нападения на германию собственно говоря валерном эпохи гусары потом кольца врага врагов даже 10 атаки наберем и после этого я думаю вот сюда у нас конечно есть еще вот вот некоторые баф этом да как бы которые могут быть полезны нас там вещей к исследованию еще там есть там есть мы типа до 6 чек можем иметь в теории но но нет я думаю нам не нет смысла вытожать опять-таки здесь тоже вон 5 объема это тоже сильно это очень эффективности максимально очень сильно здесь военные заводы но это все очень долго это все очень долго мы хотим победить их до того как франция на них нападет то может произойти уже в 30 атом в июне уже очень скоро время эти сайте говоря у нас идут битвы но такие мы защитить в основном находимся и просто от нас австрийцы сливают свои ресурсы а я получаю за это опыт целом вообще я не против пускай продолжают мы следовали новую пехотку и я переключусь на нее потому что она видите под новым так сказать новым концерном поэтому она по скидке будет у нас это что все равно эффектность мы теряем производство уменьшится но за ту же стоимость мы будем производить все намного более лучшее снаряжение я думаю это того стоит почему подстроим радары потому что опять таки мы идем в авиацию некоторую у нас в принципе уже три военно завода на авиации находится какие-то штурмовики которые у нас были до этого я так понимаю а вот у нас все понял ты нас авиация находится сейчас хотя все это начнет тренироваться уже итак новые круглоты гусары есть конечно мы опять таких не будем использовать но тем не менее потом вполне себе будем и идем мы в наш баф на 10 атаки сумме у нас вот здесь еще 10 атаки там еще 15 обороны против германии еще 15 такие 7 защиты думаю по бафами мы будем очень солидно против них воевать сигаретесь некоторые мем у нас эти ребята не пополняются потому что с вот этими вот это 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 добровольцы от этой страны с ними у нас типа нет морского снабжения ну а да а через вот эти страны конечно же она поступать не может поэтому они не пополняться вообще ну ладно и время отзывать их добровольцев ведь мы сейчас будем вступать настоящую войну ведь мирного решения не будет так авиация отправляется на украину потому что надо начинать нашу войну да как-то свой фронт упрощая то есть попробуем по-быстрому выбить украину затем беларусь и тем сюда на север вообще украина здесь имеет самое большое количество дивизий поэтому это может быть сложновато но опять-таки не можем начать с центра что нам надо будет удерживать в два раза больше территории надо начинать с юга идти на север и потом уже на запад посмотрим как у нас получится как говорится с нами бог верно но все это ребята следующей серии а это подошла концу наша крестоносная польша следующей серии начнет свой крестовой поход а с вами был топгай подписывайтесь ли вы еще друг не подписаны лайк комментарии ребят все как обычно и до скорых встреч пока